Поменял карту памяти, продолжаю движение. Не поверите, погода пасмурная, поэтому нужно будет быть аккуратным и искать уже место для привала, для ночевки. Тем более что усталость наступает. Обычно первые два дня это тяжелое. Ну а далее наступает второе дыхание скажем так. Совсем другая энергетика, совсем другое настроение. В общем двигаемся. Пермский край. Посмотрите на дороги, на инфраструктуру. Ну и сравните с Костромской областью, с Кировской областью. Свои плюсы, свои минусы и делайте выводы. Пока обрабатывается видео, сейчас обрабатываю четвертую серию. Поступает много вопросов, пожеланий, просто информации. На некоторые из них я отвечу. Аудио комментарии. Алекс Руденко. Это логин. Написал путешествие на автомобилях. Красота. Совершенно согласен. Совершенно согласен. Преимущество в путешествии по России на автомобиле имеет огромное количество преимуществ. Кто хоть раз проехал, тот понимает насколько путешествовать на автомобиле лучше, чем на поезде или на самолете. Андрей Лукашев или Лукашев пишет. Я просто ребенок, мне 13 лет. Мне очень интересно ваши поездки. Не ругайтесь пожалуйста. Что-то я не помню, чтобы я на кого-то ругался или рассказывал недовольство. Если в комментариях пишут нелицеприятные вещи, там просто оскорбление или хамство, я этих людей вношу в черный список, я не имею доступа больше к моему ресурсу. Андрей Лукашев также спрашивает. Что значит обработка видео? Но обработка видео это целый процесс. Во время движения видеорегистратор непрерывно в течение 4 часов пишет видеозапись. В итоге на карте памяти в 32 гигабайта скапливается 55-60 файлов. По 5 минут по-моему они. Чтобы не размещать и не обрабатывать каждый файл, я все это объединяю в одну серию, ускоряю, пишу комментарии или какие-то надписи. То есть максимум информации размещаю на видео. Это называется обработка. Занимает это очень много времени. Например, создать одну серию, не считая того, чтобы нанести титры, какие-то надписи, уточнения. Только на обработку, на объединение уходит 7-8 часов. Но вот видеоредактор требует столько времени для обработки одной серии. Серж Тарам пишет. Ура, поехали. Отвечаю. Ура, ура, ура. Михалыч М. Логин написал, что его интересует состояние трассы Киров-Екатеринбург. Разбито или нет? Стоит ли туда ехать? Ну, ответ такой. Значит, вот... Лучше всего один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, наверное, это будет шестая или седьмая серия. Вернее, от четвертой и до шестой серии, по-моему, вот будет участок Киров-Екатеринбург. Смотрите. Макс Апп. Логин написал, благодаря вам впервые рискнул поехать, впервые рискнул проехать 3500 километров из ЕКБ в Европу. Очень понравилось. Дорогу не выбирал. Регистратор сам повел через Киров и Кострому. Эти две области, особенно Кострома в районе Мантурова, убийца колес. Ну, я согласен. Вот видео, если посмотреть, то на самом деле в Костромской области и частично в Кировской области дороги требуют капитального ремонта, очень внимательного отношения к дорожному хозяйству. Поэтому, выбирая маршрут, посмотрев видео, принимайте решение. Или ехать по северному варианту, как я называю, через Ярославль, Кострому, Киров. Или через восточный вариант, это Москва, Нижний Владимир. Или южный вариант, Рязань, Пенза и так далее. Вот, выбирайте, смотрите, выбирайте варианты. То есть, у вас есть возможность выбора. Анатолий М. Логин спрашивает, это точно в три раза ускорено? Да, это точно в три раза, потому что при большем ускорении вообще ничего не видно. При меньшем ускорении, это очень много займет времени. Поюсь, чтобы не успею разместить до следующей поездки. Влад Христофоров пишет, долго ждал видео. Жду, не дождусь посмотреть на обновленные участки М5, М7 в районе Казани, Челны. В районе Кушнаренково, перед Уфой, или в районе Языково, Языково, тоже перед Уфой. Но у меня в основном, вот, поездки были, вот, последние три поездки были через Ярославль, Кострому, северный вариант. Вот, я согласен, что надо менять немножко направленность. Теперь буду выбирать, наверное, или через Рязань, или через Нижний. Есть свои преимущества, есть свои недостатки. Меня напрягают пробки через Владимир Нижний. Ну, буду, буду иметь, не то, что буду иметь в виду, а следующие поездки, дай Бог, обязательно выберу вариант, или через Нижний, или через Рязань, или восточный, или южный вариант. Звук к рации все портит. Ну, постараюсь рацию отключать. Николай Брежнев, Александр, поздравляю с новыми поездками после долгого перерыва. Удачи, счастья вам, ни гвоздя, ни жезла. Спасибо за труды. Спасибо, Кость, за теплые слова. Спасибо. Ты тоже размещаешь видео. Я с удовольствием их просматриваю. Тебе тоже ни гвоздя, ни жезла, и запаса тормозного пути. Так, Леонид Блинов, логин, пишет, ура. Ну, отвечаю, ура, ура, ура. Логин, Макс, Ехимов. Следующее. Или как будет поездка по трассе М5 через Пензу, Самара, Уфу? Смогу ли я поехать? Да, обязательно. Я теперь северный вариант, наверное, на длительное время отложу. Основное внимание будет уделено восточному и южному варианту. Владимир Потапов, логин, пишет. Посмотрел три серии, так и не услышал ни слова об автомобиле. Отвечаю. Четвертой серии исправил эту недоработку. Сергей из Мурома, логин. Я не понимаю, зачем вы упорно ездите на восток через Костромскую область, где нормальные дороги отсутствуют в принципе. Почему не через Нижний? Там достроили объездной Кстова и дороги Пчевашии. А чтобы не стоять в пробке до Владимира, можно проехать на Егорск и так далее. Ну, я стараюсь размещать все варианты, не только северные варианты. Почему столько внимания я в последнее время уделял северному варианту? Потому что, выполняя маршрут Стургут-Москва, я ехал по северному варианту и очень резко высказался в адрес качества дорог. Мне написали подписчики, что дороги уже отремонтировали и ехать можно. Я проехал предыдущий вариант, у меня был по-моему в Новосибирск. Сейчас уже не помню точно, я проехал по этой дороге. Да, на самом деле были проведены дорожные работы, ремонтные дороги, ямочный ремонт так называемый. Удалили, убрали такие кочки, колдобины, ямки где-то засыпали, залили битумом. Там трещины были, трещины тоже залили, дорогу подремонтировали, но для того, чтобы по ней было приятно ехать, нужно проводить капитальное строительство. Если будет эта дорога построена, доведена до хорошего уровня, я имею ввиду дорожное полотно, инфраструктура, то восточные и южные варианты резко разгрузятся. Андрей Лукашев снова пишет, после Томска будет поездка? Андрей, давай сначала до конца посмотрим видео Москва-Томск. Будет день, будет пища. Ну, чуть попозже на другие вопросы отвечу. Так, Вальдемар Шаманский, логин. Посматривая видео России из окна поезда, написал. Отличное видео, оторваться не мог. К сожалению, видео из окна поезда от Томска до Москвы не будет. К сожалению, возникли технические проблемы. У меня отказали одновременно два видеорегистратора, на которые я писал видео из окна поезда. Одновременно просто поставил третий видеорегистратор. Ну, это китайское фуфло. Качество отвратительное. Дергаются кадры, дергание картинки, экспозиция непонятно как. То темно, то светло. В общем, я отказался от... Отказался делать видео. Размещать не буду, потому что качество очень плохое. Сейчас буду собирать средства на приобретение нормальной техники. Так, чтобы снимать видео из окна поезда. Это на самом деле было и приятно смотреть, и интересно. Ну, для этого нужна хорошая, качественная фото и видеоаппаратура. Думаю, вот так где-то. Владимир Калашник, Логинс, пишет. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какого объема карточки памяти на ваших видеорегистраторах, чтобы записывать такой долгий по времени видеоматериал? Заранее спасибо. На видеорегистраторе стоит карта памяти 32 гигабайта. Ее хватает примерно на 4 часа непрерывной записи. Это самое высокого качества. Качество похуже, но хватает на более длительный период. На 8 часов, на 12 часов. Но я не экономлю на качестве, поэтому пишу самое высокое разрешение. New Project, это логин New Project. Какая музыка используется в видео? Значит, музыка, музыкальные композиции, взятые из медиатеки Ютуба. Ютуба или как Ютуба, правильно. Очень обширная медиатека. Там можно выбрать на любой вкус. Ну, я вот, что нашел, то и размещаю. Использовать музыку из других ресурсов, это чревато тем, что начинают предъявлять авторские права, ругаться, какие-то требования. Поэтому я отказался от варианта использовать общеизвестные хиты и прочие музыкальные композиции. Только с медиатеки Ютуб. Логин Путник пишет. Приятно был удивлен, что вы немного в курсе нашего прошлого, которое так пытаются скрыть от людей в официальной истории. А если что-то освещается, то все перевернуто с ног на голову. Услышал от вас год 7521, небольшая поправка. Сейчас на дворе 7524, от сотворения мира в Звездном храме. И 22 сентября 2016 года будет новолетие 7525 год. Так сказать, Новый год. Ну да, я этот не очень точно подсчитал дату. Сейчас у нас 7526 год. 7526 год от сотворения мира в Звездном храме. Вот такая история древних славян. У славян, кстати, не было слова история. Если вспомнить и Пушкин, то он написал. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. То есть передавалась информация старины глубокой. А слова история у славян нет. Вообще, я думаю, задавайте вопросы, пишите какую-то информацию в комментариях. Я ее буду озвучивать, делать достоянием всех подписчиков. Пишите такую информацию. Я с удовольствием я это буду читать и размещать на канале, на видео. Пишите такую информацию. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...